...466. За исполнение, конечно, мало поставили, низковато 8 866. Именно, наверное, не будем уж так ругать судьи, что мало они поставили. Очевидно, они набрали столько ошибок. Ну вот-то Владислава Уразова, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. Вот буквально была вчера просто мастер спорта, сегодня заслуженный мастер, потому что Олимпиада позади. И уже олимпийская чемпионка, да. Представляет Ростов-на-Дону. Два винта. Молодец. Так немножко... Молодец, Владислава, молодец. Она характером располагает, это блестящее. Чуть-чуть она сейчас тоже не совсем в абсолютном состоянии, но умница, умница. Теперь пусть судьи находят варианты, за что можно придраться. Найдут, безусловно. Чуть-чуть долго были повороты, она уже почти перед землением. Ну и здесь ножки, конечно, да, так скрещены. Закончила вращение, скрещена. В силу невозможности. Она уже сокращала, пусть, чтобы успеть два винта пропустить и поставить себя на ноги. Ну, заметно прибавила Влада после чемпионата России весеннего в Казани и по сложности, потому что, да, и по форме физической, и по сложности. На прыжке она там всего лишь винт показывала, а это на 80-х меньше, чем сейчас. Так, Ростов-на-Дону сейчас примкнул к экранам своих телевизоров. Вот она. Будет болеть за... Владислава Уразова. ...свою соратницу. Сергей Андреянов наблюдает за выполнением ее комбинации тоже. И вот обратите внимание, насколько качественная работа у Разовой и такая плавная очень работа. Кошачья. Кошачья, действительно. Ну, чем не кружева Мологодская? Просто красота. Она нанизывала, нанизывала, следующий, следующий элемент. Все эти поворотики, если мы на других вздрагиваем, она это делала прям так вот. Ну, так, эта петля, следующая, туда-сюда, с накидом перекидом. Вот как кружева плела. Просто умница Владислава. Умница, характер есть. Ну, а техника, она у нее с молоду, так скажем. Она и сегодня не старушка у нас, но ее научили просто правильно, хорошо. Это очень-очень важно. Владислава, ты умница. Ну, я вот думаю, что сегодня она, конечно, не готова отдавать многоборие Мельниковой. Потому что, несмотря на то, что балл разницы, да, но там у Влады в вольных упражнениях, это заключительный снаряд, я напомню, всего лишь оценка 11666, а у Мельниковой 13,2. Да, это и сыграло эту разницу. К сожалению, у нее не так подвластные вольные упражнения, как даже любой другой. Но у Мельниковой посильнее, очевидно, да. Там она и акробатику прыгает, намного сложнее. Как я говорю, даже вижу, понятно, что у нее сильнее программа. Вдруг, вдруг у Разова сегодня что-то нам придумают, туда вставят какую-нибудь. Мне очень интересно понаблюдать за этим. А так она заведомо ей оставляет этот снаряд и заведомо оставляет что-то там. Нам и человекам, если рядом нет хороших наставников, правильных. Совершенно правильных. И родителей в том числе. Так, улыбочка сошла у Владислава? А почему она? Потому что они не артистские. Вот оценку сейчас Ашта Мельниковой. Не свою я, не своей Ангелиной. 14-300. Ну что ж, 12-2. Это оценка, которая позволяет Агафоновой обойти Минаеву и встать на третью позицию. Сейчас будем ждать еще выступления у Разовой. Но, тем не менее, отрыв был всего лишь балл. И здесь Агафонова на полбалла, точнее, выходит вперед Минаевой. С учетом ее падения. Так, замираем. Ну а теперь у Разова Владислава. Ростов-на-Дону. Стоять, стоять. Справилась с прыжковой линией. Вот так надо правильно-правильно. Ощущение, что очень спокойно работает. У нее максимально спокойно. У нее такой стиль. Вот этот поворот, конечно, фантастическая техника просто. Да, она безошибочно его. Взумительно. Она его просто выписывает, выписывает. Блестяще. Вы видели, прям блестяще, правильное слово, но как у нее опора была прямо на краю бревна. Уже совершенно. После рандата, да, было немножечко. Да, она чуть-чуть это, ну так, душу пощипала, так скажем. А сколько они нам пощипали на Олимпийских играх? Я понимаю, это нам они сами супер пережили. Но нам-то было тоже лихо здесь, тяжело. Так, все, это очень немало сделало сейчас у Разова. Она должна отыграться это раз и запас остаться перед вольными, которые она не сможет перекрыть, казалось бы, перекрыть перед Ангелиной. Я думаю, что здесь, конечно, у Разова сильно оторвется вперед, потому что... А, ну падение было у... Да, падение, оценка 12,2, не забываем, Мельниковой на бревне. Ну, а это должна быть 14, так, я думаю. Вот тебе, я тебе сказала, что она не только отыграет, но заработает запас. Запас заработал 100%. Ты слышал, что я сказала? Да. Потому что после двух видов, после брусьев, соответственно, между ними 70-х была разница всего лишь. Но, к сожалению, Ангелина не справилась с бревном и упала. Ох, и что же теперь будет сейчас на вольных? Вот это будет очень интересно. Сейчас мы увидим оценку, и я тебе скажу, что будет. Вот, а это не концовка еще. У нее удивительная техника, такая мягкая. Я считаю, что это самое правильное эпитет кошачья. Просто, смотри, на чем она толкнулась, прям, я не знаю, на честном слове. Ну вот немножечко бы ноги держать получше в пируэтах, чтобы лишние десятые не терять. Нет, она сделала лапонька, но нас в суде не слышат. Вот так вот. Конечно, нужно еще над чем-то работать, но в данный момент у нее задача была справиться с бревном, не шарахнуться, не упасть. Это она сделала. Просто это же еще добавит плюс несколько десяток оценки, что на прыжке, что здесь, что на вольных упражнениях. В общем-то, всего лишь надо держать ноги вместе. Да, это конечно, это везде надо. Надо делать брусья, то есть, как Листунова брусья расписывала, как сегодня Маринов сделал на 15 баллов тоже. У него блестящий, у вашего мальчика, я имею в виду, у Маринова блестящий лениног. Это выигрышно. В этом случае, если безукоризненно он ведет работу, легко ставить высокий балл. Легко. Ворчит. 13-8. Но на балл и... На балл и 6. На балл и 6 целый диск. Входит в кадр, но она ей объясняет. Вот Владислава Уразова. Рука на рандате, что-то у кого-то поехало там. Да что-то. Пусть. Олимпийская чемпионка. Ростовчанка. Владислава Уразова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас заканчивает, точку поставить надо без падения. Да. Из-за этого мы сейчас... Вы знаете, она, конечно, так, судя по тому, как она начала упражнение, я обратила на то внимание, что она старается безошибочно приземлиться после акробатики. Первая линия более-менее удалась. Потом она начала потихоньку приобретать эти ошибочки. Но это самое главное для нее сейчас, то, что вот именно после акробатики у нее проблемы всегда. Да, но на акробатике-то и допускает все падения. Ну да. У нее с хореографией проблем нет, с поворотами нет этих проблем. А вот на акробатике не выдерживают. Ну, физически видно, что она под конец комбинации уже немножко устает. Да, да, да. Я к тому хотела сказать, что она понимала, у Ангелины ей выиграть невозможно вольное. А то маленькое расхождение, которое осталось в пользу перед этим снарядом у разума, ей надо было бы сделать безукоризненно. Ну, все эти выполнить приземление хотя бы. Этого не получилось. Будем ждать. Вот здесь, ну, здесь совсем большая ошибка вот в этой линии. Ну, и все равно сейчас до последнего непонятно, пока Мельникова не сделает свои вольные. Там все очень плотненько. А сейчас уже Мельникова упадет. Да, уже заключительная гимнастка. Все, товарищи, через пару минут мы с вами будем все знать. Прям даже это, так быстро. Там еще параллельно выступают на брусьях гимнастки. У них еще три участницы. Кто говорит, что равнодушно. Вот вроде она такая спокойная, Владислава. Но очень следит за оценкой. Очень умница моя хорошая. Ничего, ничего. Она сейчас сама с собой справляется. Это неплохо. Второй день проходит многоборья. И сегодня, в принципе, она без падения. Ну, с ошибочками. Это норма жизни почти. А так она без падения. Она прошла и брусья хорошо, и бревно относительно хорошо. И... Нет, бревно она просто хорошо. Бревно отлично было, да. На вольных у них не хватает мощностей. Вот на каждом снаряде бы немножко чистоты добавить. И здесь, я думаю, что в районе полутора баллов еще можно... На вольных трудности добавить, Минчик. На вольных, да, акробатики надо добавить.